Как оформить дом по новым правилам? Постараемся более детально разобраться в этом вопросе. Как зарегистрировать дом в ЕГРН и получить кадастровый номер? Куда нужно обращаться и какие документы должны быть на руках? Об этом расскажу я, юрист и эксперт по сопровождению сделок с недвижимостью Евгений Корсакин. С 1 марта 2019 года вступили в силу поправки градостроительный кодекс Российской Федерации, который меняет порядок регистрации права собственности на индивидуальные жилые дома и садовые. Теперь действует единый уведомительный порядок регистрации домов на садовых участках. Участках ИЖС и ЛПХ. Основное изменение заключается в том, что теперь местная администрация будет контролировать соблюдение градостроительных норм, выдавая два типа уведомлений. Первое. О соответствии или несоответствии планируемого жилого или садового дома, установленным параметром и допустимости или недопустимости его размещения на принадлежащем собственнику земельном участке. Второе. О соответствии или несоответствии построенного жилого дома и садового тоже, требованием градостроительного законодательства. Как будет работать система на практике? Узнаем в ближайшие месяцы. В теории порядок регистрации дома выглядит следующим образом. Шаг 1. Уведомления о планированном строительстве дома. Подайте уведомления о планированном строительстве дома в администрацию района через МФЦ, портал госуслуг или по почте. Укажите в уведомление свои паспортные данные, характеристики участка, включая сведения о правах, категории и вида разрешенного использования земельного участка. Опишите основные характеристики дома. Количество этажей, высоту в коньке, размеры, схему расположения дома на земельном участке, отступы от границ земельного участка. В идеале вам нужно иметь актуальный проект дома, который будет соответствовать градостроительным нормам и включать полное описание будущего жилья. Хотя по закону проектная документация не требуется. Получив уведомление, администрация в течение 7 дней рабочих обязана выдать ответное уведомление о соответствии или несоответствии планируемому дома градостроительным нормам и о том, можно ли его построить на вашем участке. При положительном решении можно будет приступать к строительству вашего дома. Шаг 2. Строительство дома согласно проекту на этот шаг отводится не более 10 лет. В течение месяца после окончания строительства необходимо выполнить еще два шага. Шаг 3. Подготовка технической документации. Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он произвел наружные и внутренние обмеры дома, привязал координаты границ дома к координатам земельного участка, получил постановление об адресе в случае необходимости и по результатам подготовил технический план дома. Для вызова кадастрового инженера вы можете обратиться к нам по этому номеру телефона. Шаг 4. Уведомление о завершении строительства. Лично или через кадастрового инженера подайте в администрацию района уведомление об окончании строительства. Приложите технический план от построенного дома и квитанцию об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию права. Если к документам нет замечаний, администрация выдает уведомление о соответствии завершенного объекта и самостоятельно направляет документы на постановку дома на кадастровый учет и одновременную регистрацию права. срок выдачи уведомления около одного календарного месяца срок регистрации 12 рабочих дней друзья если вам понравилось это видео поставьте лайк подпишитесь на мой канал опишите в комментариях какие темы вас еще интересуют в части земельных участков и строительства домов и обязательно что-нибудь постараюсь для вас подготовить до новых встреч а